народ самородков на глазах в народ самодурков превращается такой такой филиал американского народа кстати в америке новый тип кроссвордов изобретен для молодежи но я без америке не могу потому что иначе я бы обманул ваши ожидания поэтому что-то ж надо же сказать же так вот в америке кроссворды новые появились чтобы отгадать слово достаточно стереть с квадратиков защитный слой и мы туда ныряем и всерьез со своим образованием это желанием западной реформы образования провести он страны заколебал они уже занырнули под америку и чего эстонские школьники подобрали раненого лосенка и в течение суток пытались засунуть его в скворечник а в америке сейчас многие журналисты работают наши и они насмотрели сам их программ и решили прикалываться делать опрос молодежи они с таким ужасом выяснили что многие среди молодых людей в америке думать что берлинская стена в израиле что сталина отец гитлера что мечеть это животное такая помесь зеброй жирафом такой замес крутой что индийцы метко стреляли из лука с оптическим прицелом что картошка фри это сорт картошки что давление атмосферное измеряется в долларах а леонардо да винчи рисовал улыбку кандализы ужас этот триллер просто какой-то ой как же любят американских туристов во всем мире потому что торгаши потому что им можно такое втюхивать что никому не втюхнешь больше кроме кроме америкоса когда при мне араб продал американскому туристу библию с прижизненными фотографиями апостола я был счастлив америкос в париз приехал ну был наслышан а в парижской кухне французской кухни вернулся в америку говорит ну был я пробовал эту французскую кухню макдональдс как макдональдс ну правда у нас появились перцы которые и этому дадут фору наш зашел кое-какер зашел в риме в католический собор а там же есть вот эти ну такие как будки где отпускают вам грехи и там падре сидел а это стоял стоял подошел говорит мальборо легкие слушайте а в гостиницах вообще невозможно разговаривать в гостиницах теперь пейдж гелл был бой вообще ощущение что ты в публичном доме находишься не в гостинице мойщики туалетов вошенгеры это они в шеи вычесывают из выскабливают из туалета уборка номера тендан сервис мне звонок номер вы кашем расплачиваться будете я знаю что такое каш знаю но мне для меня это зубная боль в сердце конечно я говорю какой кашей у меня нет а я вообще обожаю к ним прикалываться потому что тот кто называет себя всерьез ресепшн ну требует того чтобы к нему прикалывались я на третьем этаже в гостинице ресепшн на первом я звоню спрашиваю это низ какой низ игры ну на первом этаже я на третьем значит вы низ мы ресепшн еще одна я говорю тогда вы ресепсионистка да я старшая ресепсионистка юмор не ловится же уже этим мозгом звонит мне ресепсионистка в номер горит когда будете делать чек-аут я знаю что такое чек-аут но я не могу всерьез отвечать я говорю чуть-чуть она мне расшифрует когда чек-аутиться будете я говорю закончу чемоданинг с душингом буду делать свалинг может быть до этого сделаю стыбзинг полотенцем я знаю что вы смеетесь половина занимается этим но счастье самое это находиться в украинских сегодня гостиницах там появились пятизвездочные гостиницы но украина должна вступать в нато и она учит английский то есть они учат окей как говорить я много раз говорил по телевидению них с трудом это получается у них получается окей же а это же невозможно же слушать же этот же шоке и же а все равно косят под америкосов но такие картинки забавные вот гостиница пятизвездочная палас в киеве стоит менеджер ждет лифта а он должен как американец выражаться когда американец стоит на третьем или четвертом этаже ждет лифта проезжает лифт там люди открываются двери американец спрашивает а ему вниз ехать он спрашивает даун вот едет лифт этот который косит под америкоса а в лифте нормальный донецкий пацан едет такой лох в законе зубы веером тату татуаж пятки в общем а этот его спрашивает даун это я те сука устрою да он сейчас и я в этой ситуации на стороне донецкого пацана между прочим друзья мои казалось бы все кирды к русскому языку нет нет жив курилка друзья мои я думаю что все не так страшно потому что все равно русский язык сохраняется сохраняется он браку благодаря простому народу который живет еще в провинциальных городах который не заморочен вот этой западной западной и русский язык нам очень интересные такие советы дает во-первых первый совет почему нам западной жизни подходит то потому что в русском языке есть такие выражения которых нет в других языках мира и эти выражения нам показывают что мы изначально другие например есть выражение которое вы все часто употребляете но не знание никто из вас наверняка не задумался над его смыслом ничего себе только у русских восклицания а теперь вдумайтесь себе ничего то есть мы не созданы для мира потребления это выражение нельзя объяснить американцу как ничего себе а проценты в банке вы чего мы другие мы не созданы для мира потребления мы не можем быть счастливыми в мире потребления западный мир это мир торгашей и вояк у них более деловые языки они укороченные быстрее до бабок добраться можно с их языком быстрее войну затеять мы другие наш человек вот разведет кого-то украдет и он не бывает счастлив нет итальянец украдет он счастлив будет пол жизни но итальянцы это вообще такие отгламуренные кавказцы а наш вот украл и пока он не напьется на эти деньги он причем он еще доложит те что честно заработал и вот тогда он будет счастливым да мы другие торговцы создают юридические законы а мы еще природные только у нас есть выражение как будем судить по закону или по справедливости в мире за это посадить могут если вы скажете за такое нарушение юридических законов и еще один очень характерный такой момент который показывает что мы действительно другие вот смотрите наш человек счастлив да когда он дарит людям что-то слово счастье только в русском языке от слова соучастие этого ни в одном языке мира нет ади а делать делить наш человек когда делится счастлив поэтому наш человек любит подарки что дарить он счастлив когда он дарит а иностранец когда получает поэтому иностранцы всегда дрянь дарят вот мелочи такой такой дрянь всегда чушню какую-то вы смеетесь а мне в монреале канадец подарил значок города монреаля спасибо тебе большое я ради этого ехал к тебе а в нью-йорке семья подарила мне подарочный вариант карты метро нью-йорка это же это какими надо быть скупердяй это как вообще могло прийти на ум подарочный вариант плана метро выпустить это значит у них принято это дарить но добила меня в техасе женщина одна на мой день рождения она всерьез мне подарил такая натянутая такая мезотерапия мозга омоложение обоих по ушаре и она мне подарила набор открыток на день рождения каких я никогда этого не забуду набор открыток грызуны чилийского высокогорья она еще меня по-американски заставила восхищаться этими грызунами посмотри какой грызун я грызу я таких грызунов не видел никогда у нас даже в правительстве говорю нет таких грызунов что она этот юмор не поняла еще одна женщина в нью-йорке мне подарила самое святое я это храню и буду хранить до конца своих дней это самое дорогое что у меня есть из всех подарков она подарила фотографию своей собаки с автографом этой собаки а наш человек разве может такие подарки делать да он кайфа не испытает потому что счастье нашего это это поэтому наш замечали долго ищет подарок он должен большую хрень купить пускай это хрень но она большая должна быть чтобы он сам был доволен ему вообще не важно нужна эта хрень ему тому кому он дарит или нет приходит смотри чего я тебе подарил а это думает ё-моё ещё одну хрень принесли и не просто а с бантиком чтобы счастье было в этот момент и у него уже полный сарай хрень отсюда выражение ни хрена себе вот это только только одно его спасает на будущий год думает в тайне я передарю это все поэтому надо записать что от кого получил что потом не перепутать вот оно выражение ничего себе а как работает как мантра но мы потеряли слух к этому выражению приходит магазин человек восклицает о ничего себе и себе 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 домой принесет думать нафига я купил это вообще все зачем у меня уже полный дом этого ничего себе все знают слова тургенева о русском языке великий могучий но как-то люди не задумываются а что за этим стоит за этими словами а мне очень захотелось как-то ну понять все таки это доказать что в этом есть какой глубинный смысл в это заложен и знаете я когда поехал впервые за границу в туристические поездки я гидом пытался объяснить некоторые русские слова это было довольно интересно оказалось на английском языке даже итальянца можно объяснить что то что означает слово спасибо и одному гиду итальянскому объясняю что спасибо по-русски означает спаси бог он так был вообще восхищен означает насколько интересно а как здравствуйте и ему говорю здравствуйте а это тоже что-то означает да а что я говорю но это или здоровье желать потому что это произошло от русского слова здоровы будете здравствуйте бути здоров а он говорит нас как интересно а почему так у вас у русских при встрече. Здравствуйте. Я говорю, ну, все равно подерутся и хотя бы в начале здоровья пожелать. Он говорит, а до свидания. Я говорю, прощай. Это означает простите меня. Или там, прощайте меня. Ну, и объяснил, что у русских, у них всегда есть за что в конце попросить прощения. Он был восхищен нашим языком. Правда. Слово спасибо я пересмотрел свое отношение недавно. Оказалось, спасибо это позднее. Слово не древнее. Славянское, оно пришло к нам только в начале нашей эры уже. И это такое, оказалось, психолингвистическое кодирование на рабство славянского человека. То есть, тебя Бог спасет. Не делай ничего. Оставайся пьяницей, лентяем. Тебя спасет Бог. И даже это не я благодарю. Я на Бога перевесил. Он тебя спасет. А было настоящее слово, которое лучше употреблять в жизни. Благодарю. Благодарю. Чем больше мы будем друг друга благодарить, тем выше будет благополучие общества. Но наш народ он гениальный. У него один недостаток. Он не знает, что он гениальный. Он придумал оберег от спасибо. Который мы не знаем, что это оберег. Спасибо? Не за что. В русском языке множество слов оберегов, советов, как жить. Вот, пожалуйста, еще один оберег. Приведу вам пример. Выбрасывается из всех клавиатур, из всех машин печатных. Выбрасывается буква Ё. Это не просто так. Ё. Самый мощный гласный звук. Вообще, чем больше в алфавите гласных, тем народ ближе к природе оказывается. А чем больше согласных, тем больше городской жизни склонен к соблюдению юридических законов, согласны с законами. А буква Ё это самый мощный. То есть, у нас нет еще разрыва с природой. Ведь только наш мужик, выезжая на природу, орет что? Оберег. Ё? Моё. Правильно. Это оберег. Мы сохраняем свою энергию природы этим звуком. Это не есть ругательство. Редактор субтитров А.Семкин